Витам, витам сердечно на канале и запрошу до разговора о житве. В этом видео я рассказала о вселенной ком всю жизнь. То есть саможитие, то можно поверить процесс, то можно поверить струнень, струнень всех этих выражений, которые яснеют на этом свете. И мы, как малютка истота, мы энергетические истоты, мы уже пришли на этот взгляд физически на своем теле, и мы хотим в этом струнене тоже быть, тоже дать частность себе, створить свой свят, который можно только дать до этого всего струнене живого Всехсвята. И а чего? Прежде всего, как мы творим свой струнень, малюткий струнчик? Ну, прежде всего, мы творим от наших прагнений. Нам даны прагнения, мы хотим физиологичные прагнения, социологичные, духовые прагнения. И, сгоднее с реализацией этих прагнений, мы творим этот свой струн, свое житие. Творима свядома, альбо несвядома. И часами, наветь, не веемы, для чего мы так творима. Я бы поведала, что житие то есть, как самоход, который не кто же потратил, знают право керования этим самоходом, и потратил праведливо ездить по улицам. А не кто же не ведут, сядли за керавницу и рядом, как их несет. Я думаю, было бы файно, чтобы мы все познали те универсальные права Шехсвята и, сгоднее с ними, могли керовать тем житиям. Свядома креовать его. Свядома творить coś файного, спонялего для нашего, для Шехсвята. Первый из засад из универсальных прав Шехсвята, то право притягивания. То есть, подобное притягивание подобное. И, как я тоже говорила в одном из фильмов, мы должны мыслить позитивно. Деньки тому, мы все будем притягивать позитивно. Еще одна из таких универсальных, я не буду сейчас, только некоторые, найважнейшие право, буду о них говорить, как реализовать свои прагнения. Мы должны научиться, мы должны понять, мы истоки, истоки духовные, которые пришли в физический свят. Но мы пытаемся тоже реализовать свои прагнения. И, снова мы говорим, свядома или несвядома, то мы и делаем. И было бы файно, чтобы мы свядомо научились и реализовали свои прагнения эффективно. Ну, для того, чтобы знать технологии, методы реализования этих праганий. Что, чтобы сделать? Есть несколько разных технологий. Одна, как мне, знову говорю, выдается, что в важнейшем методе ты должен слухать свою душу и свой розум, чтобы они были в гармонии. Деньки, тему, ты будешь видеть же то праведлого, прагнение, которое, як бы, для твоей кожисти, и ты то прагнение легко, спокойно реализуешь. Можливо, не террас, трошечки позднее в лете я награмм фильмик, он и, уж ктур и не сонс, досвячем реализовании своих прагнений, барзо с цикавым досвячением. И мне в темнавы помогают мои знакомы. Мы награммы фильмик и повернуты. И так мы повинны научиться эффективно реализовать свои мажения. А найважнейшее – позитивно мыслить. И, как мне тоже, выдается, может, не каждому то, но я люблю же мне мыслить о том, что Всехсвят, Бог помогает. Деньки, тему, я не есть такая самотна, деньки, тему, я есть, я jestem мощнейша. И я в то вежу. Только можно, ну, тоже есть техники, технологии, разные навязывания контакта с такими помощниками духовными, аньолами, на przykład, даже молитвы. Модитва – это тоже ты до Бога просишь, чтобы Он помог тебе реализовать, какие-то твои мажения. Ну, и мы не подали позитивное мысление, чтобы уметь реализовать свои мажения, и для того, чтобы была гармония, чтобы видеть, что это твое мажение, правдивое мажение. Чтобы научиться, чтобы видеть, для того, чтобы мамы очень много разных мажений, рожные самоходы, рожные домы, а мы повинны видеть все, так и на правда нам подширно. Зразуметь очевидение себя, познать себя, то тоже входит в розвит духовный, самопознание себя. И так, чтобы мы могли спокойно плынуть в тему струмению, в житевом струмению, с хармонией, с радостью, с дрова, с достатком, мы повинны научиться в тих универсальных правших святах, их уживать, и плынуть. И наиважнейшее, еще, это, поверь, слухать, слухать, в гармонии между разумом и душой. И тогда ты будешь плынуть сгоднее с тем течением, а не в шитилке. Мои дороги, и так, позитивное мысление мы говорили, теперь будем говорить о гармонии души и разума. В тиши, в спокое, если вы к тебе что-то хотите, пущите и помыслите, что вы чувствуете, чи то есть ваше прагнение, а может это прагнение ваших кревных, альбосансиадов, помыслите. И если увидите задоволение, что душа спела, задоволение, то прагнение ваше. И тогда, чтобы душ праце за реализацию этого прагнения. Всего доброго, до następного споткания. До видения.